добрый день такой мне будет сегодня кратенький обзорчик на этот планшет это куба у 23 gt-s новая ревизия покупатель уж очень очень хочет его забрать вот я маленько пробежался по нему конечно не полный обзор времени у меня было очень мало даже сейчас видео это записываем как говорится в попыхах и так вот такой 8 дюймовый планшет я его погонял полдня сутки грубо говоря мне принципе понравился понравился чем 8 дюймовый экран уж прям как бы вот для планшета прям самое то думаю наверно вот если у меня получится купить 7 9 дюймов как мини и ipad то тоже будет угадана прям сто процентов 7 дюймовый как-то от маленечко с моей стороны мне кажется маленько вот не то вот в 8 дюймов это самое то и так пробежимся как раз по планшету планшет пластиковый ничего не скрипит ничего нигде не люфтит единственную на заднюю панель нажимаете и у вас на экране появляются разводы и так вот здесь вот мини usb для синхронизации подключения у тг кабеля на этой панели ничего нету вот здесь же кнопочка включения качелька громкости для карты памяти до 32 гигабайт также микрофон мини джек для подключения наушников и подключения блок питания кнопочки резет я так понимаю что то не нашел вот где она имеет два вот не знаю честно или два динамика или один динамик но при этом давайте-ка чего-нибудь час я покажу запустим видео а вот это он запустим престиж ну блин собаки то закрываем здесь звук идет так же закрываем здесь звук где-то возможно динамик где-то может один но я не думаю что два динамика но вскрывать не будем проверять вот такие вот дела что еще внутренности давайте-ка поставим зарядочку в кармагеддон и грамм проверял на время работы так внутренности двухъядерный процессор рок-чип rk30 66 вообще прям откатаны в свое время замечательный процессор я когда включил я блин не поверил что настолько быстрые процессоры могут быть 1 гигабайт оперативной памяти 16 гигабайт внутренней памяти 8 дюймов сказал разрешение 124 на 768 пикселей пить тач 5 этот какого пяти касаний но я его не проверял ну думаю что так она есть одна камера 0 3 мегапикселя для skype кстати skype еще не поставил сюда вот мали 400 видео адаптер тоже обкатаны с рк 366 это вообще связка замечательно аккумулятор 4500 но вот если честно я что-то может быть и он еще не раскачался аккумулятор ну как-то вот блин не увидел я что в нем с такой вот большой аккумулятор не увидел интерфейс обычный как бы ездить достаточно быстро хотя я вот игрушек понапихал ярлычков как бы заметно стала притормаживать но тем не менее все равно как бы работает достаточно быстро так ну что еще по тестам пробежимся давайте по тестам пробежимся антуту антуту у нас показывает 11 тысяч двести восемьдесят восемь попугаев достаточно хороший результат я когда прогонял рок-чип тридцать один шестьдесят восемь у него был около восемь двести вот так результат так что для этого для двух ядерных очень хорош хороший результат так с наномарк пятьдесят девять и девять результат тоже принципе но мне если честно пока мал маловато с чем сравнивать обязательно эти показатели запишу и буду в дальнейшем сравнивать уже когда между планшетами так с чего нас тут результаты показывает нет 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 давайте запустим так вот антуту пробежался набрали 3731 попугай в принципе неплохо для этого процессора такс и теперь давайте-ка запустим эпик цитадель 3d mark запускал ну думаю смысла большого нету показывать результат потому что процессор все равно слабенький с видюх и где-то набрали они запустились все тесты прошли и где-то 2980 где-то так вот плюс-минус результат графика конечно вообще улет красиво так вот сейчас пока тест буду запускать я вам покажу по поводу монитор запустился тест здесь не ps на матрица здесь обычная тфт матрица но углы обзора инверсия конечно есть но как бы тут принципе на камеру как бы увидится вот это самый хороший угол обзору если так вот смотреть можно нагинать вот так для для челнок для для себя сбоку тоже небольшая версия самое главное что у так удержишь маленечко нагинаешь как бы инверсия лучше то есть хуже больше чем вот если вот так вот пользоваться не знаю может быть вот так вот не нужно держать но тем не менее у нас здесь вот динамики так что я не знаю так вот у нас идет тест цитадель эпик так также вот rk 3168 этот тест проходил на 41 кадр в секунду в среднем как бы что интересно я прогонял когда rk366 ненамного отступал обгонял на пару буквально вообще на пару фпсов звук достаточно громкий для просмотра фильмов видео вполне время бежит бежит 41 7 средний фпс но это на высоком качестве себя могу сказать что в принципе я прогонял несколько раз он как бы на пару фпсов больше но не всегда ну что давайте все таки я запущу нет наверное смысл оставил запускать 3d mark большого нет вот что еще можно сказать на этика по вы поводу времени работы вот я сегодня с утра сидел играл в кармагеддон пол утра пока было время возможность вот планшет у меня от полной нагрузки в принципе отработал 2 часа 40 минут ну я думаю что показатель батарейки больше куда потому что не раскачался не думаю что еще раскачалась батарейка так что я думаю еще минимум полчаса можно прибавить но все равно это надо тестировать вот игрушки игрушки поставил идут все вот давайте начнем от нфс мфс идет маленечко иногда притормаживаю но только в тех местах когда когда подгрузится полностью тогда уже начинает идти нормально ну то есть даже ненормально принципе она и так идет нормально но иногда подгрузок сюда страну бывает это не критично так что даже принципе идет вполне не притормаживаю значит просто на доме игрушки раскачаться вот такая вот игра давайте-ка сейчас посмотрим gta gta тоже идет вполне нормально единственное я не могу вспомнить какие настройки играть мне кажется возможно это на минимуме тоже иногда легкие притормаживания на момент на момент подгрузки но после того как она прогрузится все как бы все идет вполне вполне замечательно игра у у у Продолжение следует...